Да. Мы сюда приходим не просто от того, что делать нечего или чужих жёны ищем. Мы пришли в этот Содом и Гоморра, чтобы осветить его светом Евангелия. Святая Библия. У вас есть такая книга? Я такую книгу читал. Вы такие книги не читаете, да? Я же сказал, что читал. У вас её нету, и вы не знаете её содержание. Не слышно, что ли? Ну, я слышу вас. Я говорю, вы её содержание не знаете или что? Я же сказал, что читал. Считаете? Он говорит, что я читал её. Считали. Главная мысль, о чём она говорит? Выразить одним предложением. Одним предложением? Да. С точками или... Так, вы можете одним предложением выразить содержание этой книги? У неё 77 книг, главы стихи, но все знают главный Евангелие от Иоанна. Там главная глава, это Библия в миниатюре, 3 глава, 16 стих. Он звучит так. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот кратко, одно предложение. Ещё можно более кратко сказать. О чём вся эта книга Библии, в которой 77 книг в этом переплёте? О чём? Есть Бог. Ну, это понятно. Это что есть Бог, вы можете взять другую книгу, вот эту можете просчитать, там тоже. Главная мысль, что есть Бог, единый Бог. Это тоже? Это для другой нации, для другой... Ну, это по-другому веруют. Но, однако, у них тоже та мысль. Не знаю. Главное, одним словом можно выразить. Христос. Он умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И мы, приходя с покаянием, и можем получить дар жизни вечной, после смерти быть в раю, а не в аду. Вот о чём речь. У вас какие-то, может, вопросы есть духовные? Вы желаете что-то узнать? Да, я хотел бы спросить. Слышно вы меня? Ничего не пойму даже, что говорите. Слышно? Я слышу, но не пойму. Говорите яснее. Просто вот есть... Просто говорите немножко погромче. Он плохо слышит? Погромче. Да я бы слышал, другие-то я слышу. Что-то невнятно. Я громче говорить не могу. Вот есть в Коране Бог. Есть в православии Бог. Это один Бог или нет? И с другими Богами нигде не сравнивается. Единый, он автор священного писания, святой Библии. Это не никакой другой Бог, который там в разных религиях бывает. Наш Господь Бог, Егова Ему имя. Он говорит, что в Коране и в Библии один и тот же Бог. Нет, конечно. Нет. Потому что тот, что там, кто автор у них, он многое отрицает того, что есть. И говорят, ну, почти похожее. У меня вышло 38 томов книг, и один посвящен Корану. Так расхождение не два, не три, а 5216. 5216 мест, по которым можно было бы теперь свести, чтобы было одно и то же. И по действиям автора совершенно другое. Отрисающее воскресение Христа из мертвых. Самое главное. А так мы и с буддистами, один Бог у них есть. Это еще ничего не говорит. Если у них Спаситель мира Иисус Христос. А Он один, сошедший второе лицо Троицы, воплотившийся о Девы Марии. И Он взял грехи мира на Себя. 1,29 евангелия Тяна говорит, что вот агнец Божий, который берет на Себя грех мира и пролил за нас причистую кровь. В этом все. А это... А как Бога зовут? Как? Как Бога зовут? Бога зовут? Когда Моисей пошел к народу, спросил, как тебе имя? Как я тебя назову? В Игипте много было Божества. Он говорит, сущий, в скобках, Иегова. Иногда произносятся Яхва, Ягва. Определенное, четкое имя, которое Бог сам сказал, открылся с этим именем. А у евреев было, у пророка Сафонии, Саваов, это начальник воинств. А Иегова означает всегда существующий. Я читал Библию там то же самое. Я по Библии говорю. В Библии слово Иегова встречается больше семи тысяч раз. Но в переводе, в русском синодальном, только восемь раз оставили. А остальное заменили именем Господь. Тут вот какое дело. Если вы жаждете, ищете истину, вы пришли в нужное место. Еще раз говорю. Мы людей желаем познакомить с этой книгой и с ее содержанием. Сквернословить будешь, то разговаривать не будем. Нет, больше не буду. Ну не годится так. Не успеешь подойти из вас уже, как из помойки. А где вы находитесь? Что это такое? Пока на земле. На земле? Ой-ой-ой, Библия у вас, да? Я вижу, вижу, да. Мы пришли в это место разврата, наркомании, блуда, матерщины, чтобы людям сказать, что есть другой путь. Путь любви Божией. Иисус умер за грехи людей и воскрес. И зовет к покаянию, чтобы жили по его заповеди. Мы для этого сюда пришли. А где вы находитесь? Вы что, в храме живете, что ли? Нет, это комната. Комната? Да, комната. Непростая комната. Она по своему происхождению единственная, может быть, даже в мире. А чем она отличается от других? А вы выслушать умеете? Да, да, конечно. Я нахожусь в Алтайский край, город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. В годы советской власти книг не было. А мне Бог положил на сердце религиозные книги доставать и размножать. А как размножать? Типографии нет. Я решил на пленке насчитывать. Купил 15 примерно магнитопонов, маяк 205. Сторожем работаю. Мне нигде не давала власть работать. Только сторожем в невинностной охране того района, где я живу. 72 рубля. А один магнитопон стоит 320 рублей. А у меня месячный оклад 72 рубля. Я покупаю, например... А почему власть не давала работать? Вы меня перебиваете. Потом зададите, когда вы выслушаете. Я же просил. Я понял, есть ничего. Да, хорошо. Каждый магнитопон 320 рублей. У меня тонн студии. Я начитываю оригинал на скорости 19 сантиметров в секунду, две дорожки в одном направлении. И обратно слушать каждую пленку 375 метров. 8 часов 20 минут. И я насчитываю 2500 часов, 50 книг. И среди книг насчитываю архипелаг ГУЛАГ. Беру интервью репрессированных. В данный момент у меня 4 тома моих стихотворений по 800 страниц. Спокойно. И там я о Ленине написал. Кто он? Убийцы, кровопивецы. И по этапу иду. Прошел 5 тюрем. Лагерь. Ну вот указ Президиума Верховного Совета СССР 15 марта 1987 года выходит. Всех политзаключенных освободить. 210 человек нас было в стране. А религию за религию-то как бы не судили, а подводили под эту статью. 190 прим. Я выхожу на свободу. И начинаю ходатайствовать. Я реабилитирован. У меня документ. Вернуть то, что у меня похитили. По государственным расценкам, по тем формам, они мне должны 11 миллиардов. Я создал самую крупную в мире в панатеку. Религиозную литературу. Я сам перевозчик с разных языков был. Ну, тот труд стоил того. Но это те деньги, недоминированные. И, наконец, 11 лет шел в суд. Я его выигрываю. Но платят ей все. Частично. Но и частично рассчитываться нечем. И бог мой. Дает судебного исполнителя женщину. Она приходит в городскую администрацию. А сделали так. КГБ в стороне. А виновата городская администрация. Как-то сделали так. Она говорит. Арестовывай все счета. Пока Слабкиным, Игнатием, Тихоновичем не рассчитаетесь. Тогда со мной заговорили по-другому. Оказывается, у них большая власть, у судебных исполнителей накладывают. Ни один бюджетник не получит ни рубля. И заговорили. Я говорю, нам нужно. Мы православные. Но нам много в церкви не нравится. Это торговля. Все за деньги. У меня брат свой священник. Родной брат. Протеерей. Мы ничем не отличаемся от московской патриархии. Но отдельно зарегистрироваться. Чтобы не было торговли. Чтобы все было правильно. Свечки эти не торговали. У нас тарелка не ходит. И мы образовали эту общину. И вот когда они сказали. Как нам рассчитаться с вами? Денег-то нету. А тут у меня близкая дружба была. Прокурор края. Генерал-лейтенант Параскун. Друг просто мой. Мэр города. А там входил в десятку лучших мер в России. Профессора там собрались. Ну давайте рассчитаемся. Руки, ноги, лапки, ну не вставишь уже. Меня и пытали. Еще так и не делали. Ну пора рассчитываться. Я предложил. Дайте нам здание. Я просил сколько? Меньше там. Ну квадратом сто. А получил двести двадцать шесть. Это Бог сделал так. В центре города. Рядом красивое место такое. И в одном мы сделали церковь. А в другом вот я живу дома. Скрылись, как черви подземные. Что? Что? Вылезти, чтобы вас видно было. С кем разговаривать-то? С человеком. А сколько вам лет? Ну вылезти. Что вы прячетесь-то? Ну сейчас, а сколько вам лет? Честному человеку не надо прятаться. Хоть сколько лет ему будет. Он открыто разговаривает. Ладно. А сколько вам лет? Вот так, открыто. Выходите, чтобы лицо было видно. Здравствуйте. Да, добрый день. Меня зовут Беремиха. Вот, восемьдесят первый год мне идет. Ясно. Хорошо. До свидания. Так. Почему до свидания? Мы можем хорошо поговорить, познакомиться. Я крещённый. Я крещённый. Ну я ходил воскресенье в школу. По воскресеньям в храм ходил. Это было с первого по пятый класс. А потом в какой-то момент я задумался, что, а где доказательства, что он есть? Есть Библия, есть разные, как оно называется, блин. Как оно говорится? Святые мочи, вот это всё, всех святых. Это всё, может, было сделано когда-то одним человеком. А где настоящие доказательства, что он существует? Я сдался вопросом и понял, что его нет. Я как бы перестал в него верить. Может, в какие-то тяжёлые ситуации я в него верю, а так нет. Да, товарищ, интересно. Я не верю. Ну вы сами верите, что вы существуете? Ну да, а что мы делаем? Хорошо. Ну нигилист-то нигилист, но самого себя-то отрицать не надо. Ну а веришь, что у тебя глаза есть, уши, язык? Я верю, что вот всё. Кто это создал? Память, память. Говорят? Память, совесть у вас есть, память и совесть. Говорят, что Бог и создал. Говорят, что Бог создал. Но где доказательства, что Бог существует? А вы хоть что-то в мире найдите, чтобы не было того, кто делает? Вы верите, что телефон кто-то делал, или ветер нанёс песок и помощил дождик, и получились... Вот телефон у меня. Ну может быть и так. Может быть он и существует, а может быть и нет. Нет, об этом никто не знает. Нет, но кто-то может делал телефон, а может нет, сам появился. Упали листики, и червяки поползали, получился... Или нет? Ну чё тут дурить-то? Ну да, ты прав, дед. Главное, в мире такое разнообразие... Ты сам вообще служишь? Ну типа да. Да при чём тут служишь-то? Вы сейчас речь о вашем неверии. Вы это, микрофоном не играйте, он шибарщит только. Так написано. Написано это, второе послание Фессалоникийцам, вторая глава, четвёртый стих. Об этом говорит Матфея, двадцать пятая глава. И о воскресении все четыре евангелиста. Матфей, Марк, Лукоян говорят. Он воскрес и вознёсся на небо. Вот фамилии Вознесенские, праздник Вознесения на сороковой день. А на пятидесятый сошёл Дух Святой Пятидесятница, называется, или День Троицы. Это всё же нигде-то в православной церкви отмещается очень красочно, вдохновенно. Вот вы, если хотите больше узнать, допустим, сейчас вот... Ну вы быстро отключайтесь сами-то. Запомните, ключик я вам оставлю, Игнатий Лапкин, это я. Вы в скайпе меня сразу найдёте. Я один на весь интернет с этой фамилией. Один. На миллиарды людей я один. Фамилию, когда найдёте, я там могу сразу скинуть ваши ресурсы. У нас большой видеоканал, можете сейчас его открыть. Называется «Во свете Библии» YouTube. Канал. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Попробуйте. Попробую. Попробуйте. Канал написать «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Ну, откройте. Садик, открой. Сейчас открою. «Во свете Библии» канал Игнатий Лапкин. Такого канала больше нету в интернете. У нас 17800 роликов наших. Да, нашли. Нашли. Сколько подписчиков там? 43 тысячи. Правильно. А общий просмотр 43 миллиона. Спасибо за информацию. Мы пойдем дальше. Да. Вот запомните, Игнатий Лапкин, вы сразу меня по скайпу найдете. А этот теряется навсегда, рулетка-то. С Богом. Я хотел спросить, как вас звать? Саша. Как? Александр. Александр означает защитник. В переводе с греческого. А вы? Евгений. Меня зовут Евгений. Как он говорит? Евгений. Евгений? Да. Почтенный. Почтенный избранный. Вот эта наука Евгеника. У фашистов было отбирали лучших людей, остальных уничтожали. А вы добрые будьте, как избранник Божий. Храните себя для Бога. А вы защищайте добро, а не зло. Не бойтесь противостать против всякого злодейства. Ваше имя несет, как Александр Невский. Вот такие, братья, дела наши. С Богом. С Богом. Спасибо большое. Аллилуйя.